Скажем слава нашему Господу. Тему проповеди, на которой я хотел бы поделиться сегодня, личная вера. Однажды Иисус сказал женщине, женщина, вера Твоя спасла тебя. И в других местах Писания мы видим, что Он говорит, вера Твоя, именно Твоя личная вера. В последнее время я встречался с людьми, слышал разные свидетельства, и иногда смотришь, родители стоят, мать, отец, в глазах стоят слезы, и в непонимании говорят, ну, не могу понять. Вот эти дети служат Богу, любят Бога, приближаются к Богу, а вот эти дети не хотят служить Богу, отступают от Бога, ходят своими путями. И знаете, как бы в недоумении, вроде бы в одном доме, одно и то же воспитание, одно и то же отношение, но одни дети любят Бога, одни дети служат Богу, одни дети исполняются Духом Святым, а другие ходят на путях греха, идут все дальше и дальше от Бога. Совсем недавно был разговор с одним отцом, тоже большая семья, и когда начали с ним беседовать, у него тоже уныние, подавленное состояние, когда начали говорить о спасении, он говорит, да какое, Вадим, спасение? Я, наверное, потерял свое спасение, я не достоин спасения. Я говорю, почему ты так говоришь? Я знаю этих людей, эти люди богобоязненные. Те матери, которые переживают за своих детей, эти люди богобоязненные, которые любят Бога. И он говорит, ну как я могу быть спасен? Потому что у меня некоторые дети, там кто-то в наркомании, кто-то еще куда-то, они не служат Богу. Ну как меня Бог туда пустит? Знаете, с Божьей помощью мы посмотрели на Божье Слово, на истину Писания, и он чуть не разрыдался, чуть не расплакался. Такая свобода пришла. Он понял, что он неправильно мыслил. И Писание говорит, познайте истину, именно истина, она сделает вас свободными. Я тоже почувствовал, как вот этот камень томления, он просто ушел с его сердца, потому что на свою ситуацию он стал смотреть не через обман дьявола, он начал смотреть через истинное Слово Божье. Слава ему и хвала. Первое место, которое я прочитаю, это записано 2-е послание Тимофею, 1-я глава, 5-й стих. Апостол Павел говорит Тимофею, «Приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Лаиде и матери Твоей Евнике, уверен, что она в Тебе». Мы видим, что три поколения. И апостол Павел, он обращаясь к Тимофею, говорит, что у Тебя нелицемерная вера. Но когда-то эта вера, она пребывала в Твоей бабке Лаиде, а потом она пребывала в Твоей матери Евнике. И он говорит, «Я уверен, что теперь эта вера нелицемерная, она пребывает в Тебе». Писание призывает нас, чтобы родители, мы, конечно же, передавали свою веру, передавали Божью веру своим детям, своим примерам, своими наставлениями, чтобы мы передавали свою веру. К этому призывает Слово Божье. И давайте посмотрим на самую первую семью, которая была на планете Земля. Там тоже пытались люди передать свою веру. Это Адам и Ева. Да, у них была проблема. Да, они потом покаялись. Да, они потом начали жить, получили обетование. Придет время, когда через Иисуса Христа придет спасение. И они всеми силами, всем сердцем, я только могу представить этот едемский сад, нету интернетов, нету телефонов, птички летают, ходят животные, травка, поля, все. И они, они передают своим детям эту веру. Я представляю этого Авеля, я представляю Каина. Маленькие мальчики бегают, и они передают живую веру. Они говорят, «Слушай, Авель, мы вот так разговаривали с Богом, лицом к лицу. Он ходил в Едемском саду, мы слышали его голос. Это было чудесное время. Но знаете, мальчики, что? Мы сделали ошибку. И мы попали в определенные проблемы. Но Бог настолько милостив, вы видите, мы не погибли. Многими путями и словами они пытались передать эту веру этим мальчикам, Авелю и Кавину. Но проблема вся в том, что родители-то пытаются передать эту веру, но не все дети хотят принять эту веру. Родители пытаются передать эту веру всеми силами, всеми возможностями, молитвами, постами. Пытаются передать эту веру Божью. Ребенок, возьми, я хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы ты был спасен. Но проблема в том, что не все дети хотят взять эту веру, перенять свою эту веру. Не все это хотят. И в этом случае два мальчика, одно воспитание, один стол, одна пища, одно, все одно, все одинаковое. Но один открыл свое сердце и Писание говорит, Авель стал праведником. Его дела были праведны. Он полюбил Бога, он ходил с Богом, он был первый праведник, который пролил свою кровь за веру в Бога. А второй сын, второй мальчик, Писание говорит, он стал убийцей. Ту веру, которую Адам с Евой хотели передать ему, они молитвенно это делали. И Бог очень активно участвовал в этом. Однажды Бог остановил, говорит, ты на очень скользком пути, Каин, остановись, грех лежит возле твоих, возле твоего сердца, остановись, Каин, будет поздно, будет плохо. Бог сам участвовал в этом вопросе. Мы говорим сегодня о личной вере и о личном решении, но Каин сказал родителям нет, Каин сказал Богу нет. Он решил жить без Бога. Он решил жить греховными путями. И последствия, он стал первым убийцей на этой планете Земля. Хотя посмотреть на папу с мамой, это были люди, которые передали веру первому сыну. Первый стал праведник, а второй стал убийца. Писание говорит, что первый Адам, он от земли перстной, а второй Адам, это Господь с неба. Это тоже, можно сказать, символически была семья. Второй Адам с неба, это Иисус Христос. Тоже семья, 12 человек. Он однажды говорит, дети, есть ли у вас пища, когда стоял на берегу? Это был настоящий пример, совершенный, перфект. Если у Адама с Евой были какие-то там проблемы в прошлом с Богом, у этого никакой проблемы не было. Это был совершенный, непорочный, чистый. Он был совершенным примером для этих 12 учеников, совершенным примером. Они видели чудеса, они видели знамения столько, сколько никто на земле не видели. И Писание говорит, если бы все это записать, не хватило бы книг на этой планете Земля, места для них. Это был совершенный пример. А сколько было учения, сколько было Слово Божье. Если бы мы взглянули в сердце Иисуса, этого второго Адама с неба, Господа, то мы бы увидели, какое желание, жажду Он имел, чтобы передать эту живую веру в Небесного Отца. И Он это сделал. Он передал эту живую, могущественную, драгоценную веру в сердца этих учеников. Да так передал, что они перевернули весь мир для Бога. Но там был 12-й, Иуда. Те же самые обстоятельства, то же самое отношение. Разве Иисус его меньше любил? Разве Он не онимывал Ему ноги? Я думаю, Он еще больше Его любил, еще больше воздействовал на его сердце. Библия говорит, что Он был вором от начала, Иуда. Наверное, Он там проповедовал и думал, Иуда, помнись, Иуда, помнись. Воры Царства Божьего не наследуют. Без святости не увидишь Бога, Он проповедовал, а внутри, наверное, думал, Иуда, помнись. Но Иуда сделал свое решение. Невозможно эту веру затолкнуть в сердце. Невозможно Богу, человека, заставить служить или любить Бога. Это невозможно. Это личное решение человека, когда он приходит в возраст. Но Иуда не захотел. Иуда остался на этих греховных путях. И он не захотел перенять ту веру, которую те 11 они приняли и служили Господу верно. Второе место Писания. Это записано Марка, 13 глава, 12-13 стих. На планете Земля будет такое время. Это пред самым пришествием Христу. И здесь написано, Иисус говорит им о будущем. «Преда же брат на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевшие до конца, спасется». Это будет такое время, когда наша вера, она будет чего-то большего стоить, чем сегодня. Люди, люди, которые будут верить Бога, они будут знать, что в любой день они лишатся свободы, в любой день они лишатся своей жизни. Но они имеют веру драгоценную, непоколебимую, которая держит их, и они готовы платить своей жизнью. Это люди богобоязненные, это люди, которые любят Бога, это люди, исполненные Духом Святым, это люди, которые служат Богу. Но у этих людей тоже будут дети. И Писание говорит, что какие-то дети, они будут принимать эту веру и будут служить Богу. Но будут такие дети, которые не только не примут веру от своих родителей, от своей папочки и мамочки, они не только не примут эту веру, они восстанут на эту веру, они умершлять будут своих родителей. Это дети, которые воспитывались в семьях богобоязненных людей. Может быть, не впрямую они будут убивать своих родителей. Я думаю, больше процента не просто будут брать телефон и говорить, здесь папа и мама, они верят в Бога. А потом будут приезжать, надевать наручники и делать свои дела. Они будут соучастниками в этих преступлениях. О чем это говорит? Это говорит, что у каждого есть лично свое решение. У каждого есть лично свое решение. Влияет ли добрый пример родителей, чтобы дети приняли Христа, чтобы дети служили Богу? Конечно, влияет и очень сильно. И Бог призывает, чтобы родители были примером в своем доме. А влияет ли отрицательный пример, плохой пример, когда родители ведут двойной образ жизни? В церкви одни, дома другие, на работе третьи, и дети это все видят. Влияет ли на их решение плохой пример родителей? Конечно, влияет очень сильно. И Писание говорит, чтобы мы были добрым примером. Как добрый пример, так и плохой пример. Они влияют на решение наших детей служить Богу. Он влияет, но не решает. Наш пример влияет очень сильно, но не решает. Он не есть решающий. Решающий становится личный выбор ребенка, который приходит возраст, и который встречается с голосом Божьим, с голосом Духа в своем сердце. Пойдешь ли за мной или нет? Вот это решающее, когда Бог обращается лично к ребенку, который уже вырос, пришел возраст, будешь ты служить мне или не будешь? Вот это решающее решение, оно в сердце самого человека. Служат его родители или не служат? Есть тысяча примеров, где родители были плохим примером, но когда дети приходили в возраст совершенный, они говорили, Боже, я не буду жить, как мой папа и мама, я буду служить тебе искренне. И эти дети, они молились потом за своих родителей. Есть тысячи сотни примеров, когда родители служили Богу всем своим сердцем, но дети сказали, а мы Богу служить не будем. И это есть сотни местописаний в Библии. Есть интересное местописание про Моисея. Там так написано, когда Моисей, придя в возраст, ключевое слово, придя в возраст, там написано, отказался быть сыном дочери фараона, но лучше захотел страдать с народом Божьим. Вот там есть вот эти два ключевых слова, когда он пришел в возраст, ведь когда он был ребенком, в какой атмосфере он жил, в языческой, там столько было идолопоклонства в Египте, столько было идолопоклонства, чему его могла научить его приемная мама, чему там его папа, или там во дворе, где он жил, чему они могли его там научить хорошему, это были языческие, они были идолопоклонники, но когда Моисей пришел в возраст, вот тут он стал решать, или он будет продолжать жить в этом язычестве, имея временное греховное наслаждение, или же все-таки он будет служить Богу, вот тут уже не имело значения, каким примером было в его жизни родители, добрым или плохим, он пришел в возраст, он почувствовал в сердце своем стук Святого Духа, пойдешь за мной или нет, и вот оно личное решение, и слава Богу, что Моисей, он делает правильное решение, он отказался от этого язычества, отказался от этой мирской жизни, и он лучше сказал, буду служить Богу, если нужно будет пострадать за Него, слава Ему и хвала. Что делать родителям, если все-таки дети делают решение не служить Богу? Иногда бывают, дети служат, служат Богу, а потом что-то раз и как с тем возлюбил нынешний мир и оставил апостола Павла. Был человек, видел силу Божью, слышал свидетельства, был в служении активном, но полюбил он грех, полюбил мир и оставил Павла, оставил служение и пошел в этот мир. Что нужно делать? Конечно, прежде всего, прежде всего не думать, что мы из-за решения наших детей теряем свое спасение. Это неверно. Вера твоя спасла тебя. Это неверно думать, что мы теряем спасение, если кто-то из детей выбрали не служить Богу. Второе, мы не имеем права думать, что если дети сделали выбор в сторону идти от Бога, что Бог на нас гневается, что Бог на нас злится, что мы неприятны Богу, потому что дети, они отступили от Бога. Это неправда. Если мы посмотрим в жизнь Иисака, это патриарх, великий патриарх Божий. Бог говорит, я Бог Авраама, я Бог Иисака и Бог Иакова. Это великие мужи Божьи. Но посмотрите у Иисака. Первый сын Иаков накуролесил, накуролесил, но впоследствии приблизился к Богу, полюбил Бога и стал мужем Божьим. Бог Авраама, Иисака, Бог Иакова. Он вырос в семье Иисака. Иисак был его отцом. Он стал праведником, он стал мужем Божьим. А его брат Исав, кем стал Исав? Что Библия говорит об Исаве? И когда мы читаем евреям, то об Исаве там другое свидетельство. Он говорит, не будьте такими, 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 и не будьте нечестивцами, как и Исав, который тоже отказался. И Моисей в свое время отказался быть сыном дочери фараоновой. Личное решение, когда пришел возраст. И этот отказался, только этот отказался от чего? Он отказался от своего первородства за чечевичную похлебку, за тарелку супа. И поэтому Бог, Он дает оценку, это нечестивый человек, это нечестивое решение, нечестивая жизнь. За тарелку супа человек променивает Божье благословение, Божье первородство. И что в это время Исаак? Что в это время Бог думал об Исааке? Бог любил Исаака. И Бог никогда не стыдился Исааком. Он говорит, я Бог Авраама и Бог Исаака. Хотя его сын Исаак сделал неправильное решение в своей жизни. Поэтому первое, мы не должны, не должны никогда думать, если наши дети делают свое решение, когда приходят в возраст, мы не имеем права думать, что Бог гневается на нас и что мы неприятны Ему. Это неправда, это ложь дьявола. Это личное решение детей. Если человек так будет мыслить и не поправить свое мышление, придет беда и в духовную жизнь. Такой родитель, такой отец и мама, они не смогут духовно расти, они не смогут в молитвенной комнате исполняться Духом Святым, они не смогут с Богом дружить. А как ты можешь дружить с тем, если ты думаешь, что Он на тебя злится? Как ты можешь дружить с тем, если ты думаешь, что ты ему неприятен? Дьявол обманывает христиан. И поэтому молитвенные комнаты у некоторых закрываются, потому что им туда стыдно зайти, потому что один из детей или больше сделали неправильное решение. И тогда получается, человек сам может в один момент потерять свою веру, потому что удаляясь от Бога, мы можем потерять эту веру. Но Бог желает, чтобы мы каждый, каждый дад за себя отчет пред Богом. Конечно, есть крайность, когда родители говорят, ну, мои дети сами ответят пред Богом за себя, они живут в мире, грешат, а родителям все равно, они сидят и телевизор смотрят, и сами ели тепленькие, это неправильно, это неправильно, это ужасно, если дети в миру, а родители не переживают за это. Но есть и другая крайность, когда родители берут всю эту вину на себя, считая себя недостойными Бога. Второе, мы должны обязательно быть ходатаями пред лицом Божьим, пока мы живем на планете Земля, пока наши дети не обратились к Богу, это ходатайство. И самое неправильное, если человек перестает ходатайствовать, в одном месте Бог говорит, я искал человека, кто бы встал в пролом, но не нашел. А в другом месте были люди в проломе, были люди, которые ходатайствовали, а Бог опять с болью в сердце говорит, Израиль, ходатай твои отступили от меня, и там пришло поражение. Это самое неправильное и ужасное, если мы перестаем ходатайствовать. Дьявол это знает, и он все будет делать то, чтобы родители перестали ходатайствовать за своих детей. Он будет делать все. И самое первое, самое первое, он будет вкладывать в сердце родителей обиду. Я столько старался, я столько трудился, я больной шел на работу, я все сделал, большая семья вырастил, а ты так поступаешь со мной. И приходит вот эта обида. Потом приходит иногда даже ненависть от несправедливости. И вот в это время, когда дети бушуют, я сколько знаю свидетель, самые неправильные, самые ужасные люди на земле у этих отступников, это родители, которые воспитали и подняли их, тогда, когда они в отступлении, но у дьявола цель, чтобы родители обиделись на своих детей, ожесточились на своих детей, это нельзя сделать. Мы должны разделить своего ребенка на его поступки и ненавидеть его грехи, и не потыкать этим грехам, но мы должны любить его вечную душу. Кто еще будет за него молиться? Кто еще будет за него поститься? Кто еще будет за него плакать, как не мы, папа и мама? Кто? Никто не сможет так молиться и Богу нужны эти войны, и Он не хочет, чтобы сказал в твоей семье ходатые отступили от тебя, ты в проблеме. Поэтому мы должны стоять в Боге и разделить своего девочку или мальчика, ненавидеть грехи, но любить вечную душу и молиться и бороться за нее. Это наша обязанность, пока мы ходим, пока мы дышим, мы должны это делать, братья и сестры. Никогда не отступить от этого. И если нам тяжело, иногда у месяца обратиться, у кого-то через год, а у кого-то дети к старости покаются. Нам надо посмотреть просто на Моисея. Он не четыре дня, сорок лет, и они не просто обижали его, оскорбляли, клеветали, они хотели убить его несколько раз, хотели побить его камнями, а он любил их, это был муж Божий, он был настоящий ходатай, пример для всех нас. Боже, если ты хочешь поразить, меня перво поразить. Давида, на Давида сын восстал, не просто что-то сказал, наклеветал, убить хотел, нехорошие, ужасные дела сделал, а Давид идет и плачет, а Весолом, а Весолом, кто бы дал мне умереть вместо тебя, это сердце человека Божьего, пусть у нас будут такие сердца, братья и сестры, что бы дети ни делали, мы должны продолжать любить их и стоять до конца в вере. И третье, это, конечно же, приближаться к Богу, потому что без этого невозможно. Печаль, она приходит на сердце. Я видел и слышал, как убиваются отцы, как убиваются просто в этом тоске, в горе матери, как это тяжело, как это трудно, как это безмерная печаль, уныние, тоска. Как написано, нет больше радости, когда видишь, что дети твои ходят в истине, идут в рай. Нет больше печали, когда видишь, твои дети погибают. И вот тут эта печаль, она хотима или нет, она будет, но она не должна быть чрезмерной печалью. Потому что у чрезмерной печали, Писание говорит, за этим стоит дьявол. В Коринфянской церкви, когда там была ситуация, Павел говорит, давайте его простим и утешим, чтобы он не был поглощен. У сверхмерной печали есть зубы. Она поглощает человека. Говорит, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью. Чтобы он не был поглощен, давайте простим и утешим. И он далее говорит, потому что за этим стоит дьявол, а нам не безызвестны его умыслы. И когда человек чрезмерной печали, это влияет на дух, это влияет на душу, это влияет на тело. В одной семье много лет назад мать уже почти валидол, корвалол, таблетки с сердцем, проблема, потому что сын наркоман, один из сыновей наркоман. А отец говорит, а я не буду так переживать, потому что еще чуть-чуть он останется еще жив на земле, а ее похоронят с ее таблетками, с ее повышенным давлением. Чрезмерная печаль имеет зубы, не только дух, душу, но и тело может поглотить. Я так подумал, ну что, сейчас ее похоронят, а кто будет молиться за этого наркомана? Кто будет молиться? Где будет этот ходатай? Поэтому есть всему свое время. И для того, чтобы не быть поглощенным чрезмерной печалью, Бог дал нам силу. Он знает, что мы люди, мы слабые, что мы сильно любим своих детей, Он это знает. Но Он дал нам Духа Святого. И Дух Святой дает силу продолжать их любить. И Дух Святой утешает наши сердца. И мы иногда не понимаем, как, но мы имеем в сердце своем утешение, мы имеем мир и покой, который превосходит наше разумение. Слава Ему и хвала! Мы не одни в этой борьбе. И поэтому давайте будем стоять в этом. Молиться за своих детей. Любить своих детей. И это причина, большая причина, еще больше приблизиться к Богу. Исполняться Духом Святым. Черпать от Него силы. И Он будет давать эту силу. Он будет давать эту веру. Он будет давать утешение. Он будет обновлять нашу веру и надежду. И если потом дьявол спрашивает, а чего ты радуешься? Почему у тебя в сердце мир? У тебя же дети отступники. И надо отвечать просто. А потому что они еще на земле. У них еще есть шанс спастись. И Бог до сего часа хранил. И я верю, Он работает над их жизнью. Почему ты радуешься? Потому что я верю, что Бог их спасет. Ведь есть тысяча, сотни свидетельств. Когда люди отступали от Бога, но Бог касался их сердца. И они делали правильное решение. Слава Ему и хвала! Давайте встанем на наши ноги и помолимся. Прежде всего за этих родителей. И помолимся за всех наших детей. Может быть наши дети все ходят в церковь. Все с нами. Давайте помолимся за тех детей, о которых мы знаем, что они сейчас у рожков этого мира. У меня в сердце есть несколько тоже семей, знакомые люди. Много лет молюсь за них. Почти каждый день. Для того, чтобы Бог обратил их детей к себе. Я внутри это твердо знаю. Это сильно Богу нравится. Как Писание говорит, носите бремена друг другу, братья и сестры. Давайте сейчас в этой молитве веры просто помолимся за этих родителей, которые плачут, может быть, днями и ночами. И помолимся за всех детей, которые отступили. Но мы помолимся, чтобы Божья благодать пришла на их жизнь и обратила, помогла им обратить свое сердце на служение Богу. Во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся. Редактор субтитров А.Семкин